Итак, давайте же с вами разберемся, как выбрать творог и как его хранить. Конечно же, хороший, качественный творог должен быть изготовлен только из натурального, настоящего молока. Он должен приятно пахнуть, у него должен быть такой приятный сливочный вкус безо всякой кислинки. На вкус хороший творог не должен кислить и не должен горчить. Но это мы все с вами можем проверить только тогда, когда творог у нас есть дома. Мы его можем открыть, попробовать и понюхать. А что же делать, когда мы в магазине? Перед нами огромный ассортимент продукции, сотни производителей. Так вот, как же его выбрать в магазине? Я вам сегодня расскажу. Первое, на что следует обратить внимание, это, конечно же, упаковка. А упаковка может быть совершенно различной. У меня здесь на столе представлено несколько видов упаковок, те, которые мы смогли найти на наших прилавках. И в первую очередь, если вы хотите купить именно творог, то на упаковке вы должны искать слово именно творог. Ни в коем случае не должно быть посторонних слов. Например, многие производители прибегают к тому, что указывают творог домашний, творог рассыпчатый, например, творог традиционный. В гости таких наименований нет. Это всего лишь маркетинговый ход производителей. И если вы хотите приобрести именно творог, то ищите слово творог. Это ни в коем случае не реклама и не антиреклама. Я рассказываю, по каким критериям выбираю творог я. И они независимы от производителя. И эти критерии меня еще ни разу не подводили. Далее, смотрим на упаковке. Обязательно должен быть указан процент жирности. Но, как правило, конечно же, производители его указывают. Диапазон от 0 до 20% жирности. Но на полках в магазинах мы, как правило, встречаем творог до 9% жирности. Также хорошо осматриваем упаковку. Она должна быть целой. Никаких повреждений, потертостей быть не должно. Также должна хорошо читаться дата выработки. Никаких сверху наклеек посторонних на дате выработки быть у нас не должно. Ну вот, на каждой упаковочке дата выработки хорошо указана и читается. Также, помимо даты выработки, советую обращать внимание на срок годности творога и на место его производства. Творог хранится обычно до 30 дней. Если вдруг вы видите на упаковке срок годности более 30 дней, то этот творог произведен непогостно и, скорее всего, он подвергался заморозке. А этого делать нельзя. Итак, творог может быть в разной упаковке и в зависимости от упаковки уже определяется его срок годности. Если упаковка не герметичная, допустим, вот такой вот контейнер, либо завернут в фольгу, то срок годности в такой упаковке не должен превышать 5 суток. Если творог упакован в герметичную упаковку, то он может храниться до 2-3 недель. И самый большой срок хранения у творога, если он в вакуумной упаковке. Он может достигать до 30 дней. Но это все при условии, если творог хранится при правильной температуре, а температура хранения его должна составлять от плюс 2 до плюс 6 градусов. Желательно, чтобы продукт производился как можно ближе к месту продажи. Почему? Потому что если творог производится где-то в другом регионе, это что значит? Это транспортировка, дополнительные логистические цепочки от производителя до прилавка в магазине. И это повышает вероятность, что продукт у нас сохранится ненадлежащим образом. Поэтому я предпочитаю покупать творог, который произведен ближе к моему месту жительства. И вам рекомендую. Итак, упаковку осмотрели, далее визуально оцениваем творог. Поэтому, чтобы визуально его оценить, я обычно выбираю творог вот в таких вот упаковках, прозрачных, чтобы его было видно. Допустим, вот такой творог я бы не стала покупать, потому что я не могу посмотреть, как он выглядит. Ну и к тому же упаковка сама влажная, мне пришлось положить ее на салфетку. Итак, хороший творог должен быть белого цвета, может быть слегка-слегка кремового. Никакие другие посторонние оттенки не допускаются. Он не должен быть серым, зеленым, синим оттенком. Желтизны ярко выраженной тоже не должно быть. Единственное, может быть слегка желтый цвет у творога, если творог жирный, там 18-20% и он произведен в летний период. Тогда допускается такой легкий желтоватый оттенок у творога. Далее, смотрим также на упаковку. Никакой посторонней жидкости не должно в ней присутствовать. То есть творог может быть мягким, но не должно быть жидкости, то есть выделившейся сыворотки. Допустим, если посмотреть вот на эту упаковку, смотрите, то здесь откровенно много жидкости. Это значит, что скорее всего был нарушен температурный режим, у творога выделилась сыворотка и там уже могут развиваться какие-то патогенные бактерии. Поэтому такой творог я бы покупать не стала. Ну и также творог должен быть однородной консистенции, рассыпчатый, не должно быть больших комков и мелкой пыли. То есть он должен быть однородным. Как творог хранить? Как я уже и говорила, творог это тот продукт, который подлежит хранению при определенных условиях. Температурный режим должен составлять от плюс 2 до плюс 6 градусов, будь то на полке в магазине, либо в домашнем холодильнике. Если вы хотите сохранить творог после вскрытия упаковки дольше, чем 5 суток, то творог можно заморозить. Либо сделать из него полуфабрикаты, которые тоже можно заморозить. Но имейте в виду, что замораживать и размораживать творог можно только один раз, иначе теряются его полезные свойства.